Штаны были стянуты, ягодицы отлетают, они капнули, и начали рассказывать, что есть такие моменты, как трубу засовывают, колючую проволоку в трубу, внутренности наружу выворачивают, потом палкой насилуют, и так далее, и тому подобное. И какой-то гель капнули холодное на ягодицу. Сказали, сейчас мы будем это все практиковать. Это, наверное, Крымский Татарин в Крыму. Это то, как вы провели референдум в Крыму. Это то, как вы провели референдум в Луганске, в Донбассе. Это то, что вы хотите сделать с Украиной. Это то, как вы оккупировали все ваши территории, Кубань, например. Точно так же. Снимали штаны и вставляли в задний проход проволоку. Вот так вы оккупировали людей. Все годы советской власти это было так. После того, как пришел Бутин, это так. Другой жизни у вас на России нет нигде. Либо по-хорошему, соглашайся сразу, либо по-плохому. Если ваша верхушка сдохнет, люди все будут счастливы. Абсолютно все. Посадил, говорит, понял, зачем шел. Я говорю, нет, не понял. Ну, если ты не понимаешь, тогда мы будем с тобой по-другому. Завязали мои руки за спину скотчем, ноги до коленей скотчем закрутили тоже, положили лицом на пол, стену или штаны. А почему показывает фильм про фашистов? Про бандитов, про фашистов. Почему у вас есть такой негативный образ, что пытают это какие-то плохие люди? А почему вы не показываете, что пытаете людей вы, что вы и есть плохие люди? Почему вы не показываете это в школах? Почему учителя ваши не привязывают вас тоже к батареи, не снимают штаны, не капают гелем на попу? Ведите это как главный предмет. Зачем ходить вокруг да около? Вы этим же и будете заниматься потом во взрослой жизни. Так учитесь малых лет. А то вам рассказывают какие-то, знаете, там, юникорны, там, лунтики, фиксики. А потом во взрослой жизни у вас, может быть, там, сердечный удар будет. Вас жизнь готовит только к насилию над более слабыми. А если вы недостаточно сильные и вас побеждают, ну, значит, вы должны сдохнуть. У вас других вариантов вообще нет. Положили лицом на пол, стянули штаны и об ягодице подключали два провода и периодически что-то крутили. Я слышал звук, как динамо-машина. Это крымский татарин, это все пережил. Представляете, он лежал с ягодицами открытыми. Какой мужчина хочет лежать с ягодицами взрослым в возрасте и какой-то еще гель, капающий на попуск? Вот как это вообще можно пережить? А ему же еще детей растить? А ему спать ложиться ночью? Ему еще долго жить с этим? Ему на родителей надо смотреть? Ему ходить вот по улице надо смотреть? И он еще хочет вернуться в Крым? Русиане, введите себе в предмет, чтобы каждую пятницу или понедельник вам крымские татары рассказывали, как вы их пытали. Я бил оттоком. Полотенце, чтобы я сильно не кричал, через рот провязали, вот как уздечку, как на лошадь. И начали бить. Но бить уже намного больнее было, намного дольше держали, аж в голове что-то там крутило. Это, ну, чашка была. Я начал кричать, чтобы я не кричал, он потянул эту уздечку на себя и меня отключило. Я в себя пришел, вот, когда мне на лесу воду налили, через некоторое время, там, я не знаю точно сколько, я не мог закрыть рот и не мог говорить. Я, короче, решил, согласился, как-то я им огукнул. Они особо не слышали, прокалывались, издевались, материня, угрожали семье, детям, жене, брату, матери, семь, детям, чуще. Песня, я могу зачитать, там, те угрозы, которые вы мне пишете каждый день, это примерно то же самое. То, что он говорит, я читаю каждый день, что вы со мной сделаете. Это ваш почерк. Я уже ничего не говорю про тех, которые сейчас сидят в тюрьмах, политических заключенных. Даже если не политические, просто уголовники. Если на кого-то вешают, как чье-то убийство или там воровство, и люди не хотят брать на себя чужое преступление, ну, вот их точно так же дрессируют, обрабатывают. Это просто поколение, поколение через это проходит. Ни одно поколение, ни два, ни три, ни четыре. Вот мы идем на опричников. Иван Грозный, вы что думаете, у него другие методы были? Вы никак не выйдете из этого постоянного состояния, где вы кому-то угрожаете, кого-то пытаете. Вы никак не можете перейти на современность. Швейцарии же такого же нет. Как вы думаете, почему? Я уже думал, все врачи. Я начал родиться про себя. И перестал кричать. Они остановились после этого. Дали бумаги какие-то подписать. И что там написано, я ничего не знал. Просто вот маску приоткрывали чуть-чуть. Как вы говорите, референдум. Ну вот, пожалуйста. Вот это вот подписывание, понятно что. Мелитополь, то же самое. Херсон, когда проводил референдум, то же самое. Под автоматами люди выходили. Под автоматами. У вас все под пытками и автоматами. А уж когда произойдет деоккупация всех украинских территорий, там будет столько рассказов. Где именно подпись надо поставить? Я подпись ставил в наручниках. Как мог. Я помню, ну, половина бумаги пустые будут, по крайней мере. И это я тоже помню. Везде подписи поставил, где они сказали. И после этого они говорят, все, теперь ты, как говорится, с нами. Вы отвезли меня в районе Кубанки. Это около Свободы автовокзала. Выкинули там. Вообще, то, что я говорил... Какое счастье, россияне, что есть мир, кроме вас. Что люди могут сбежать куда-то. Вот если бы не было такого мира, вот что бы было бы, если бы вокруг России ничего другого не было. было бы, ну, просто люди просто бы убивали себя. Слава Богу, что есть Украина. Слава Богу, что есть Польша. Германия, Америка. Слава Богу, что есть страны, которые могут дать дом, которого вы лишаете людей. Людей, это меня очень сильно, как светло, не давало покоя. Я решил, ну, то, что тут находиться нельзя, потому что это надо было оглашать. Переехал в Киев в ноябре 2017 года, предал огласке проезда защищая. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, он переехал еще в Германию. В Крыму хочу вернуться. Я только ТМ4. Больше никуда не хочется, честно. Продолжение следует...